Добрый день, Никита Некрасов, Лиза Калинина в студии. У нас сегодня замечательный гость, который был уже у нас в гостях однажды, радует нас своим присутствием, Айрат Баугудинов, основатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, здравствуйте. Привет. Спасибо, что пришли к нам. У вас, я так веду в курс дела, свой проект «Москва глазами инженера». Это вообще новый формат экскурсии, абсолютно непривычный, ну, как люди привыкли, да, там приходят, куда-то что-то им там рассказывают. У вас же, вот даже у нас тема сегодня, экскурсии такие интерактивные, и в частности есть одна из них, это с очками виртуальной реальности. Дополненные. Вот мы об этом поговорим. Дополненные реальности. Дополненные. И очки виртуальные, ну, в общем, это примерно одно и то же. Сейчас будем разбираться. Да, ну давайте разбираться. Давайте разбираться. Вообще, в принципе, с чего старт произошел таких экскурсий? То есть вы вот сидели, 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 поняли, что не хватает вот именно такого. И инновации. И началось, так? Да, да, потому что, ну, мы достаточно давно занимаемся экскурсиями, лет шесть, и я давно понял, что хочется что-то привнести в них. Не просто делать экскурсии, идешь, что-то рассказываешь, но какая-то изюминка, какая-то междисциплинарность, смесь, да, вот что-то такое. И возникло несколько идей, мы их потихоньку реализовываем. Вот первое, что это лизовали, это действительно экскурсии с очками виртуальной реальности. Ну, а вот как бы экскурсии, да, мы называем это экскурсией уже с дополненной реальностью. Почему? Потому что, значит, на московские панорамы, привычные нам, значит, мы на Красной площади находимся еще где-то, накладываются объекты, которые не существуют в реальности, но которые могли бы существовать по тем или иным точкам. То есть это еще помимо человеческого труда, я имею в виду экскурсовода, это еще труд каких-то разработчиков, программистов, которые это все создают, правильно? Да. В очках-то надо что-то смотреть. Да, да, совершенно верно, потому что где-то полтора года назад я начал над этим думать, и, слава богу, год назад мы нашли компанию, компанию Arvizio, которая наш партнер, и мы делаем вместе с ними, сделали вместе с ними этот проект, и планируем и дальше делать. Я потом могу рассказать, какие сейчас в разработке еще идеи, связанные с дополненной реальностью. Вот, так что ребята разрабатывают контент, софт, это достаточно такая сложная программа, которая не просто, ну, не просто там действительно есть, во-первых, контент был поднять все эти архивы. Ну, не архивы, конечно, объектов же не существует, но, в общем, поднять чертежи архитекторов, где они все это зарисовывали. Потом нынешние архитекторы профессиональные по этим чертежам сделали трехмерные модели этих зданий, и затем это все уже было посажено в московские панорамы, встроены давачки, плюс там есть система управления, потому что есть экскурсовод, а есть экскурсанты, соответственно, экскурсовод управляет тем, что видит экскурсанты в тот или иной момент. Сумма сойти. Создание синхронного эффекта. Сколько ушло времени на создание вот этой программы? Около года. Около года, да, мы начали разговаривать с ребятами в прошлом декабре, и в этом ноябре только мы в итоге запустились. Сумма сойти. Ну, а скажите, а аудитория понимает, вот это сейчас правда на злобу дня, то есть интересно людям, что и здесь какая-то инновация идет, какие-то технологии, что же не просто историю узнаешь. Да, потому что очки виртуальной реальности и вообще как бы формат виртуальной или дополненной реальности, он на мой взгляд, вот более-менее на слуху о нем говорят в том или ином виде, и поэтому был отклик очень живой. Как только мы проанонсировали это, у нас буквально за первые несколько дней расхватали все билеты на полтора месяца вперед. Здорово. Сумма сойти. Здорово. А какой возраст рекомендуется? Да, значит, мы вообще его не ограничиваем, но рекомендуем, наверное, от семи. Хотя бы лет, ну даже от семи нормально, да, потому что младше, наверное, будет сложно понять некоторые наши, ну, специфику рассказа, потому что мы все-таки рассказываем, кто были эти архитекторы, что это были за здания, что это были за времена. К нам, вот, сейчас я просто прям вспомню свой опыт, не только я один вожу, большая у нас команда, сейчас у нас человек где-то шесть, наверное, вводят эту экскурсию, потому что у нас каждые выходные по несколько раз. И ко мне приходили самые младшие, наверное, паренек был лет восьми, и вот от него как раз был самый большой вау-эффект. То есть, когда он делал очки, то, вау, какой он большой! Ну, еще один, конечно. Что такое? Это круто. Ну, и как вы заметили, воспринимается информация таким образом? Или люди все равно немного теряются, по барабану, что им говорят? Да, это для нас, кстати, был серьезный эксперимент, потому что, ну, не все еще привыкли работать. Во-первых, не все привыкли работать с архитекторы. Во-первых, многие даже не видели этих архитеков в глаза, в Москве-то еще куда ни шло. Да, во-вторых, действительно, когда смотришь туда, и тебя это вызывает твой эффект, то ты немножко, может быть, перестаешь слушаться экскурсовод. Но вроде бы нам удалось найти компромисс между тем, чтобы и люди успевали увидеть то, что там отображается, и смогли это рассмотреть внимательно, и в то же самое время воспринимание рассказов, потому что, когда человек смотрит, все равно объекты, которые мы встроили, они очень большие, они очень многосоставные, и их сложно понять так вот сразу, с первого взгляда. И экскурсовод просто подсказывает, посмотрите вот в левую часть, посмотрите вправо, здесь то, здесь это, и это позволяет сориентироваться в том, что ты видишь в дополненной реальности, и, мне кажется, в этом смысле становится такая синергия. Мы совсем скоро продолжим. Да, у нас в гостях Хайрат Багаудинов, основатель проекта «Москва глазами инженера», оставайтесь с нами, если есть у вас вопросы, приходите, пожалуйста, в группу «Страна ФМ ВКонтакте», специальный пост закреплен прямо сверху, а сейчас давайте послушаем Эмина и Астудио, если ты рядом, твоя последняя песенка дуэтная. Мы продолжаем, Лиза Калинина, Никита Никарасов в студии, в гостях у нас сегодня Хайрат Багаудинов, основатель проекта «Москва глазами инженера», мы рассказываем о экскурсиях, которые проводятся в очках дополненной реальности, что важно, что человек идет по определенному маршруту, да, мы уже это поняли, и он видит здания, которые могли бы быть, существовать, либо какие-то... Уже не существующие. Да, ну мы начали с маршрута, который мы называем «Москва, которой не было», мы говорим о зданиях, которые проектировались в 20 веке, в советские годы, но по тем или иным причинам не были построены, нам интересно было поразмышлять и дать возможность людям, москвичам и гостям столицы поразмышлять на тему того, как бы жалко это или не жалко, хорошо это или плохо. Да, если бы это было реализовано. Да, 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 и, ну, потому что я думаю, что многие наши телезрители, радиослушатели представляют, слышали что-то, да, в советские годы, конечно, в Москве предполагались к воплощению какие-то потрясающие, невероятные, совершенно фантастические вещи. Ну, самое известное, это Дворец Советов, на месте Храма Христа Спасителя, который должен был представлять собой башню высотой 300 с лишним метров, увенчанную почти 100-метровой скульптурой Владимира Ленина. Вот, и, значит, мы когда подходим к Храму Христа Спасителя, и в очках у нас вместо Храма возникает этот Дворец по мановению нашего приложения, то, конечно, это вау-эффект огромный, потому что он должен был быть в четыре с лишним раза выше. То есть приходится просто использовать всю свою растяжку в спине, чтобы отклониться и посмотреть. Ну да, там габариты, чтобы вы, друзья, представляли. Один палец Владимира Ильича Ленина должен был быть шестиметровым. Шесть метров, один только вот этот вот перст, которым указывал Владимир Ильич светлое будущее. Да, светлое будущее, правильно. Да, да, да. Вот, ну и, конечно, помимо этого какого-то поражения, удивления, что для меня важно. Мы очень много занимаемся советской архитектурой. В нашем проекте рассказываем про историю советской архитектуры и, в частности, про архитектуру авангарда. И очень многие интересные проекты, может быть, не столь громадного размера, но очень интересные, были в 20-е годы. Ну вот, например, на Пушкинской площади предполагалось построить здание Ленинградской правды. Вот такой вот парадокс немножко, да, почему-то Ленинградская правда, но в Москве. Вот, ну филиал. Это нормально. Филиал, да. И там архитектор, ну такой достаточно известный, может быть, про него вы слышали, ребят, Константин Мельников. У него есть известный дом Мельникова в Москве. Да, да, да. Такой из двух цилиндров. Вот он предполагал там построить здание с вращающимися этажами. Оно было бы небольшое, пять этажей, но он один из первых в мире предложил идею того, что этажи могут вращаться. И, в общем-то, это то, о чем сейчас думают очень многие архитекторы. Это Дубай, честно говоря, хотят такое делать. И мы можем увидеть, мы можем показать нашим гостям, что мы все-таки, да, наши архитекторы, нам сто лет назад уже почти придумали такие потрясающие идеи. Интересно вот что. Вы проводите экскурсии сейчас. Декабрь месяц у нас выдался дождливый, порой снежный. Влияет ли это на проведение экскурсии в очках? Ну да, мы, конечно, хотели начать с пешеходной экскурсии, разработать пешеходный маршрут. Но пришлось, с учетом зимнего времени, сделать его автобусным. Ну, то есть, это, наоборот, нормальный вариант, потому что мы стоим сначала на Манежке. На Манежке там предполагался построиться дворец труда. Тоже очень интересное здание на месте, где сейчас стоит гостиница «Москва». Он был бы почти такого же размера. А потом мы, ну, там немножко подмерзнем минут 15, потому что там стоим. Но потом в теплый автобус и 15-20 минут в автобусе идем до Пушкинской. А потом опять в другое место. То есть, как раз у нас получается чуть-чуть на улице, чуть в автобусе, на улице, в автобусе. Так что получается такой хороший, приятный зимний формат, кажется. В экскурсиях участвуют только наши соотечественники или иностранцы тоже интересуются? Иностранцы тоже, да. Мы, ну, пока у нас была только одна экскурсия для иностранцев, потому что мы запустились только три недели назад. Вот. Но мы планируем, конечно, делать еженедельно, может быть, не так много, но тоже экскурсии для иностранцев. Потому что, ну, мне кажется, у иностранцев есть большой интерес к советской истории, к советской архитектуре. Как к авангарду, так и сталинской архитектуре. И поэтому я не вижу никаких причин, чтобы иностранцы не заинтересовались Просто надо будет на них донести это Здорово! Дорогие друзья, это рубрика «Наука и технологии» У нас в гостях Хайрат Багаудинов, основатель проекта «Москва глазами инженера» Если у вас есть какие-то вопросы, заходите в группу «Страна.фм» в ВКонтакте к вашим услугам А также в WhatsApp Viber 8909-928-1899 Мы сейчас прервемся, да, и после коротенькой песенки и рекламы вернемся к вам Оставайтесь рядом Телерадиоканал «Страна.фм» Один на всю страну Добрый день, дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна.фм» Рубрика «Наука и технологии» Здесь в студии Лиза Калинина и Никита Некрасов по-прежнему И наш замечательный гость Хайрат Багаудинов, основатель проекта «Москва глазами инженера» И это удивительные экскурсии, которые проходят в очках дополненной реальности Люди погружаются в Москву архитектурную, которой не было Хайрат, я хотел бы вас спросить Вот по вашему мнению Мнению человека, который непосредственно внутри этих экскурсий находится Как народ вообще сейчас знает историю или уже начинает забывать? Ну, сложный вопрос, знаете почему? Потому что наша аудитория нынешняя Молчит Ну да Во-первых Во-первых, молчит Да, нет, но если кроме шуток, то наша аудитория все-таки довольно подкованная И люди приходят и, как бы, понимающие кивают голову По крайней мере, да, часто Нет, знаете, что самое важное? Мы же, вот, Лиза Некрасов сказал про интерактивные экскурсии Потому что Производ впечатление, молчит, умная Как минимум, да Как минимум, что мы делаем, это мы постоянно задаем вопросы Знаете, самое базовое, что может сделать из интерактива Это постоянно задавать вопросы Ребята, вы с нами? Да, 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 да Да, да, да Кто-нибудь что-нибудь понял? Да, да, да И, ну нет, на самом деле, очень серьезно задаем вопросы Но в то же самое время, как бы, не на эрудицию А на общее, ну, как бы, непонимание Понимание ситуации Вот, ну, например, да Вот почему именно в нашей стране в 20-е годы архитектура поменяла свой облик И появился знаменитый авангард и реконструктивизм И люди, в общем-то, отвечают, конечно, говорят Да, это экономический кризис, это и сама революция Которая изменила, как бы, стиль жизни и так далее и тому подобное То есть мы стараемся в наших экскурсиях с людьми вместе до чего-то додумываться, догадываться Вместе расти, развиваться И публика, в общем, да, действительно знает Но, 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 да, если человек приходит на экскурсию То, мне кажется, это уже означает, что он человек ищущий Он что-то знает, хочет узнать больше Хочет меняться, еще развиваться Ну, когда интерес, да, есть, конечно Есть, к сожалению, пока миллионы людей в Москве Которые к нам на экскурсию еще не сходили Понятно Вот Мы приглашаем Да Ну да, конечно Я очень надеюсь, что, вот, кстати, в том числе, да Почему мы придумываем такие форматы, как экскурсия с дополненной реальностью Или мы сейчас хотим сделать экскурсию в жанре иммерсивного спектакля такого, да То есть что-то такое среднее между спектаклем и экскурсией И, потому что мне хочется привлечь как можно больше людей Которые, может быть, пока не догадываются, что экскурсия — это интересно Как-то вот так вот захватить какой-то фишкой И показать им, что знание — это круто Насколько мне известно, у вас еще есть проекты и в Петербурге, да? Да Мы обещаем, кстати, с U2FM в Питере, если нас слушают, что-то говорим про маску глазами инженера, но не только Вот подобное что-то думаете внести в Питер? Да, конечно, конечно Очки дополненной реальности, что такое? Да, действительно, у нас есть проект «Питер и Петербург глазами инженера» И он развивается по московской схеме с некоторой задержкой, просто потому что мы запустили его позже И там мы где-то через полгода планируем сделать аналогичную вещь, может быть, через год Скорее всего, тоже начнем с нереализованных проектов, потому что в Питере их тоже хватало Чего стоит одна башня Татлина, так называемая, гигантская Это вот сосуля, которую хотели построить? Не сосуля, это такая спираль, такая закрученная штука, внутри которой должны были вращаться Да нет же, что ты? Нет, я про гаспромовскую сосулю знаменитую Гаспромовская сосуля, она же в итоге строится А, строится? А, просто в другом месте, на лахте Я-то думал, что вы именно там ее, где они хотели оставить Нет, так мы людей пугать не будем Это был еще девятнадцатый год Кстати, как раз было бы круто запустить, может быть, к этому событию к девятнадцатому году Четырехсотметровая башня, внутри которой вращались бы три разных тела с разной скоростью Да, там нижний объем куб со скоростью один оборот в год, дальше один оборот в месяц и дальше один оборот в день Вот такая была интересная идея нашего художника Татлина Вот это мы попытаемся визуализировать И, может быть, даже уже, потому что мы вместе с Арвизио думаем над тем, как вставить в это дело анимацию Ребята думают, и было бы круто, конечно, чтобы это прямо перед людьми не просто статично было Ну да, чтобы все так и было, как по задумке было Я вот как раз хотел поинтересоваться Лиза задала вопрос относительно погоды А, погода, да, да, влияет ли это? Было бы здорово, допустим, иметь четыре программы, условно встроенные в гаджет Где была бы весна, зима, лето и осень То есть надеваешь очки, и ты понимаешь, что у тебя, в принципе, ничего не меняется То есть, как ты видишь, то здесь листья желтые, здесь травка зеленеет, птичка летает и так далее Да, ну, будем над этим работать, конечно, да, потому что у нас, я говорил, работа у ребят отняла целый год И снимались эти материалы еще летом, по-моему, да, это в начале осени И поэтому сейчас, когда вокруг снег, холодно, ты переносишь сюда, там солнечная погода Ну, конечно, от людей, может быть, морально немножко греет Это всегда приятно Да, да, да Это точно Друзья, мы совсем скоро продолжим Рад был Гудинов у нас в гостях, основатель проекта «Москва глазами инженера» Говорим о новых технологичных таких экскурсиях Делитесь и вы своим опытом Группа ВКонтакте «Страна.фм» и WhatsApp Viber 909-928-189-9 Задавайте вопросы, я думаю, Рад с удовольствием ответит И из Питера тоже задавайте Да, задавайте, пишите, а мы скоро вернемся, друзья Оставайтесь с нами Оставайтесь Телерадиоканал «Страна.фм» Один на всю страну Так точно, мы одни такие на всю страну И одна такая на всю страну, рубрика «Наука и технологии» И один уж точно на всю страну Анат Багаудинов – это тот человек, который придумал уникальнейшие экскурсии Которые проводятся сейчас в Москве и в Санкт-Петербурге Двух столицей Да, это экскурсии с очками дополненной реальности Вы можете увидеть ту Москву или тот Петербург, которого никогда не видели И, может быть, и никогда не увидите В Петербурге еще нет А, в Петербурге еще нет? То есть только планирую? Да, да, да Все, прошу прощения, я опережаю события Через год, ну вы проросили Да, 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 да Скажите, а есть в планах уезжать в города Горосеи и другие И тоже что-то с ними делать, как-то вот поднимать их Города-миллионники, полумиллионники Да, культурный уровень Тут какая история Осовременить Тут какая история Я вот сегодня нет представителей наших партнеров Я скажу за них Ребята из Арвизио сделали такой продукт для Суздаля Они, ну, Суздали, понятно, никаких нереализованных объектов нет Они там, конечно, ушли в историю И можно посмотреть, как выглядел Суздаль в 17 веке Точнее, Суздаль, Кремль в 17 веке Вот Ну, я думаю, что ребята будут и дальше развиваться по России Потому что все-таки тот продукт То, что они делают, делают они софт Это такая история довольно простая То есть ее скачал, поставил и все У нас же должна быть инфраструктура Должны быть автобусы, гиды, менеджеры Поэтому мы все-таки пока в Россию выходить не спешим У нас есть еще филиал в Казани Ну, просто это мой родной город И хотелось вот для него что-то сделать Ну, и потом Казань, конечно, тоже огромный город С своим собственным рынком Вот, ну Очень красиво Да, так что, может быть, в Казани то, что такое сделаем А дальше будем смотреть Скорее мы ждем предложений по франшизе Что-то такое Своих сил на то, чтобы создавать филиалы по всей стране К сожалению, несмотря на название Нашей замечательной радиостанции и канала Но мы пока не по всей стране, а только в столицах Но ничего, мы всечески будем способствовать Вашему развитию Вот уже начали, собственно, сегодня Вот вы уже говорили про семейные экскурсии детские Как вы считаете, такие Ну, вот сейчас все равно, мне кажется, такая современная Что людей пытаются больше развлекать, чем образовывать И даже экскурсии вот становятся такими Там, вот тебе очки и так миллион гаджетов Вот человек теряет концентрацию Ему правда становится быстро скучно, неинтересно Или это не так? То есть коммуналь этот всегда найдет и придет и обучится и так далее Смотрите, у меня на этот счет есть такая теория, что ли, методика Которую я как раз и постоянно стараюсь реализовать в наших экскурсиях Я считаю, что люди часто не знают о том потенциале Исследовательском Потенциале любопытства, да Который в них самих может быть скрыт Поэтому моя задача Привлечь, да Поймать человека на крючок На удочку Каким-нибудь прикольным крючком Например, очками до полной реальности Или мы смешиваем экскурсии с дегустациями С танцами, еще с чем-то Ты приходишь И дальше Следующая наша задача Это так классно провести экскурсию Так классно пообщаться с людьми Мы обязательно не просто ведем, да Что мы будем рассказывать А мы просто стараемся сделать живо, интерактивно В общении Понять, что человеку действительно нужно Чтобы, так сказать, подспудно Заранить в нем искру Вот этого вот интереса, любопытства Чтобы дальше он уже понял, что Вау, а это, оказывается, круто Оказывается, и архитектуру интересно изучать И историю Москвы И вот, кажется, у нас это получается Потому что у нас есть люди, которые к нам приходили На 15 экскурсий, 20 экскурсий Вот вы уже сказали нам так за кадром Около 60 маршрутов у вас суммарно есть, да? Да, если почитать все зимние, летние, да Ну, 60, около Ну, вот у меня насущный вопрос Я думаю, что многих наших слушателей и зрителей он беспокоит В какую стоимость, в какую сумму денег обойдется экскурсия? Вот, допустим, с этими очками виртуальной реальности Да, значит, 1900 рублей для взрослого Полторы тысячи льготный билет для детей, школьников, студентов, пенсионеров То есть надо прийти к вам, студенческие показать И тогда... Студенческие пенсионные Пенсионные Студенческие пенсионные, может быть Ну, сначала нужно платить онлайн все равно А потом уже прийти и показать нам что-нибудь Либо билет, либо кровоэнергию А сколько по времени длится экскурсия? Два с половиной часа Два с половиной часа То есть приходишь к вам на сайт, правильно? Бронируешь, получается, себе место Онлайн оплачиваешь экскурсию И затем в какую-то точку приходишь и уже со всеми Да, да, собираемся у нас в офисе в самом центре Выдаем очки, потому что надо еще инструктаж провести Как им вообще пользоваться Ну, понятно, да И потом уже выходим в город А сколько собирается по времени экскурсия? Тут уже не получится такого, что три человека оплатили вам экскурсию И все, значит, с этими тремя-то вы и пойдете Не, ну мы пойдем, конечно, даже с тремя Но у нас пока такой проблемы, слава богу, нет Наоборот, у нас все уже разобрано до конца месяца И сейчас берем еще оборудование для того, чтобы открыть еще и еще Потому что спрос довольно большой Экскурсии автобусные мы уже поняли Что там и ходишь и едешь на автобусе Погода не помеха Да, абсолютно Отогреваемся в автобусе Слава богу Это хорошо Да Друзья, у нас в студии Айрат Багаудинов Основатель проекта «Москва глазами инженера» Это замечательная экскурсия с очками виртуальной реальности Очень интересный у нас диалог происходит Поэтому оставайтесь с нами и пишите свои вопросы в группу «Страна на ФМ ВКонтакте» Друзья, мы продолжаем В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов У нас в гостях сегодня Айрат Багаудинов Основатель проекта «Москва глазами инженера» Огромное количество экскурсий И вот мне очень всегда было интересно Как вы вообще начали с того, что вот буду показывать не такую Москву Не просто историю какие-то рассказывать Это было построено тогда, так, тогда А с такой точки зрения, ну научной, что ли, технической, инженерной Вы уже говорили нам, что вы сами по специальности инженер, да? Да, да, все началось с того, что, ну, я начал с того, что я водил экскурсии Мы сделали экскурсионное бюро с моим коллегой для иностранцев Но такие базовые, как бы, экскурсии, да? Там для иностранцев Красная площадь, Кремль, все дела Но мне хотелось как-то развиваться как исследователю, как историку Плюс хотелось работать с москвичами Потому что иностранцев я, конечно, очень люблю Но москвичей я люблю больше Потому что москвичи, вот они рядом с ними Можно работать долго, можно видеть, как люди вместе с тобой растут, развиваются Это очень приятно Образовывать Да, да, и поэтому я долго думал, что же мне делать Про что же мне москвичам-то рассказывать И тут я подумал, блин, у меня же образование инженера строительства Вот про что я должен рассказ Ну вот, и так начались наши инженерные темы Поначалу они были действительно довольно инженерные Это такие темы, как, например, творчество инженера Шухова Разновитой Шабловской телебашни Передвижка домов Как строилось метро Как строились сталинские высотки И так далее и тому подобное И я сначала очень переживал Я думал, блин, а вообще кому-нибудь будет интересно приходить на экскурсии? Такое прочее, да Конечно Да, но в итоге люди с удовольствием шли И говорили, как раз и так В Москве очень много общекультурологических тем Классно, что у вас что-то новое, необычное Мы культурологически Такое точечное более Да Да, действительно, оказалось, что здесь выбрать нишевую такую вещь Да, это очень интересно, наоборот И вот так у нас все это и шло Но по мере того, как я занимался все больше и больше архитектурными сооружениями Потому что инженерная начинка, она все равно внутри какого-то архитектурного сооружения Становилась все более интересна и архитектура И сегодня у нас, наверное, 50-50, да 50% наших тем, они сугубо инженерные А 50% наших тем, они такие все-таки сугубо архитектурные Вот, например, та же самая экскурсия с дополненной реальностью Мы говорим там скорее про архитектуру Делаем архитектурный анализ Почему здания такие, а не иные Что было в голове у архитектора, кто эти архитекторы Конечно, там есть инженерный момент Например, как они придумывали, что здания будут вращаться, например, да Или еще что-нибудь такое Но преимущественно архитектура Ну и нас вдохновляет архитектура самая любая Начиная от Средневековья Как, например, Кремль устроен, да Где у него были подземелья, какие-то там защитные сооружения Кстати, вот еще одна Один наш план по дополненной реальности Хотим воссоздать облик Кремля 16 века Как он выглядел, когда он был построен Конечно Не рассказывайте, сейчас конкуренты услышат Вместо государственного концертного зала кремлевского Там что-то другое стоило Там был старый арсенал Вот, старый арсенал, да, был Который потом был снесен Ну и два монастыря, которые были утрачены тоже Чудов Вознесенский Или, скажем, Китайгородская стена Ведь когда-то у нас было четыре стены вокруг Москвы И все они сейчас утрачены У Китайгородской только небольшой фрагмент есть И вот хотелось бы попробовать воссоздать всю Китайгородскую стену По ней пройтись, да, там, может быть, стену Белого города Вот такие вот пока планы То есть есть идея сделать экскурсию вообще По утраченной Москве в целом По самым ярким объектам Ну и в Питере тоже так же со временем А потом уже какие-то точечные такие интервенции На конкретные территории, где тоже что-то было Классо Друзья, мы совсем скоро вернемся Это очень важно вообще знать, где ты живешь Конечно Выходишь из метро Китайгород И не знаешь, где ты Что было для тебя Вышел, где я Небольшая пауза И мы скоро вернемся, да, говорим о проекте Москва глазами инженера Оставайтесь с нами Это телерадиоканал Страна.ФМ Наша постоянная будничная рубрика наука и технологии У нас прекрасный гость в гостях Айрат Багаудинов Гость в гостях Гость в гостях, да Основатель проекта Москва глазами инженера Айрат, вот какой вопрос хотел задать вам Я вот, допустим, когда езжу в другие города Что-то мне запоминается И хочется еще раз вот сходить Допустим, я приезжаю куда-то и думаю Вот сюда вот я обязательно вернусь Есть люди, которых вы уже знаете Которые к вам возвращаются на ваши экскурсии На ту же самую На ту же самую Либо ходят постоянно к вам Такие, постоянные Завсегдаты Значит, да, у нас есть завсегдаты И, слава богу, очень, конечно, приятно Люди, которые настолько тоже вместе с нами Увлекаются темой архитектуры и инженерии Что их потом просто Я говорил, да, архитектура засасывает Это как наркотик Я вот не могу Я постоянно Я к вам ехал сейчас Я читаю книгу про сталинскую архитектуру Понимаете? Вот И которые тоже потом ходят из раза в раз Но, конечно, на разные экскурсии Слава богу, у нас очень широкий ассортимент Уже об этом говорили, да Поэтому есть с чего выбрать А если говорить про одну и ту же экскурсию То У нас есть такой бестселлер Это экскурсия в дом Наркомфина Это совершенно прелестающий памятник Авангарда В нем тоже столько прорывных идей было заложено Тогда в конце 20-х Что просто на весь 20-й век и даже 21-й еще хватит И вот туда реально люди приходили у нас по несколько раз Даже вот на моей памяти, в смысле ко мне лично Потому что они сначала приходили одни Потом они приходили со своей девушкой Потом со своими родителями И хотели всем непременно дом показать Здорово Настолько людей впечатляют некоторые архитектурные здания Архитектурные сооружения Это действительно очень ценно Давайте расскажем, где вас искать Если нет такого молодого человека, который может привезти за ручку Куда обращаться? Куда обращаться? Какие адреса, сайты и так далее? Расскажите, пожалуйста В ближайшее время будет? Тоже можно рассказать Да, ну у нас в ближайшее время очень много всякого разного Декабрь мы посвятили архитектуре 30-х и 50-х И вот я в субботу делаю первую экскурсию по архитектуре метро А в воскресенье экскурсию по архитектуре Ивана Жалтовского Человек, который построил просто половину Сталинской Москвы Ну в декабре у нас уже будет новая программа Мы делаем экскурсии, посвященные архитектуре 60-х, 80-х Так называемый модернизм И там тоже много интересного Ну а я приглашаю всех Не буду говорить название URL Потому что он достаточно длинный Просто заходите в поисковик Забиваете Москва глазами инженера И, конечно, на первых строчках будем сразу же мы У нас очень удобный сайт Можно выбрать экскурсию, которая по вкусу У вас еще, я смотрю, различные лектории есть, да? Какие-то мастер-классы, что это такое? Да, да, мы делаем много разного Кроме экскурсии мы делаем лекции Как раз сейчас у нас в декабре заканчивается цикл лекций по советскому арт-деко Вот завтра будет лекция на тему мода эпохи арт-деко Кстати, мы иногда выходим в такие пограничные пространства Ну а кроме того, детские мастер-классы Для нас принципиально важно детишек тоже развивать в области архитектуры и инженерии Поэтому, ну, сейчас и в декабре, и в январе Это мастер-классы, где мы строим мосты из макарон Где мы проектируем Шуховскую башню, мосты и так далее Это где все случается? Это все на нашей площадке в самом центре Москвы, на Никольской улице То есть эту информацию и о детских мастер-классах в том числе Можно опять-таки найти на вашу площадку? Да, все можно у нас на сайте Москва глазами инженера Это прекрасно А какова стоимость с ребенком, чтобы прийти? Ну, мне интересно И людям интересно Такая информация, она важна Очень по-разному Ну, в среднем в районе тысячи рублей все получается Вот Я понял Прекрасно Мне кажется, для москвичей, в принципе, достаточно доступно Чтобы ребенка развлечь в какой-то выходной день Замечательно Построй с ними макароны Иди, на тебе пачку макаронов Иди отсюда Развивай свое Да, опять же, потом дома можно ребенка занимать До часы Спасибо вам большое Спасибо вам Спасибо вам Мы напоминаем, дорогие друзья, что у нас в гостях был Айрат Багаудинов Становитель проекта Москва глазами инженера Это интервью вы очень в скором времени сможете найти на нашем канале в Ютьюбе Страна.ФМ И на сайте Страна.ФМ У нас впереди Гарик Сукачев, тоже инженер Видишь, проектировал Тушина Тушина уже достаточно Отсюда